Владислав Селезнев, военный эксперт, с нами на связи. Владислав, доброе утро, приветствуем вас. Слава Украине! Героям слава! Владислав, рады вас видеть. И я в частности хотела бы начать наше с вами общение. Мы только что давали информацию о том, как командование российской армии боится контрнаступления вооруженных сил Украины и продолжает на самом деле готовиться к обороне. И вот мы говорили об информации, которую предоставляет это каждодневная сводка от разведки Британии о том, что россияне продолжают строить сотни километров защитных сооружений. Но почему я хочу вам адресовать этот вопрос? Тут параллели определенные проводит разведка и говорит о том, что ведомстве говорят о том, что таких масштабных фортификационных систем не строила ни одна армия мира уже много десятилетий. Хотелось бы у вас уточнить, вашу точку зрения услышать, в связи с чем, как вы считаете, настолько серьезно сейчас армия Российской Федерации не подходит к таким масштабным построениям фортификационных систем? Собственно говоря, чему мы с вами удивляемся. Нынешняя Российско-Украинская война, она является крупнейшей на Европейском континенте с времен окончания Второй мировой войны. Огромное количество личных составов, бронетехники, вооружения, боеприпасов, которые в настоящее время используются и Российской оккупационной армией, соответственно, украинскими силами обороны. И это количество просто поражает воображение. Именно поэтому россияне и прилагают так много усилий для того, чтобы создать многоуровневую эшелонированную систему оборонительных сооружений. Потому как понимают, что украинская армия готовится, готовится серьезно. Наши западные партнеры, пусть, может быть, не в тех объемах, как нам хотелось бы, и не с теми темпами, на которые мы рассчитывали, но тем не менее обеспечивают всем необходимую украинскую армию. Ну и, соответственно, чтобы поставить хоть что-то будущему украинскому контрнаступлению, россияне зарываются в землю. Уж то, что о тактике введения боевых действий образца Первой мировой войны россияне усвоили очень хорошо. То есть фактически пехотно-артельские штурмы, которые в настоящее время являются основой для российского продвижения, это калька событий с времен начала минувшего столетия. Очевидно, что россияне имеют техническую возможность, то есть они имеют инженерные средства для того, чтобы создавать многоэшелонированную оборону. Они имеют вооружение и технику, например, танки Т-54, Т-55, Т-62, которые все чаще появляются на линии боевого столкновения. Россияне фактически их используют в качестве долговременных огневых точек. С одной стороны старое оружие, с другой стороны это броня, это пушка, это боевая система, которая способна ввести огонь, и, безусловно, она всегда несет смерть и разрушение. Если говорить о цифрах, как Джон Кирби уже ранее мы сказали, озвучил, 100 тысяч человек личного состава Российской Федерации потеряло, и на бахмутском направлении в том числе. Я можно уточню? Это и раненых, и убитых. А тут, когда говорится про боевую единицу, тут даже раненый, он уже считается все, уже недееспособный. Но вот для нас эти цифры уже как обыденность. Да, мы это каждый день в сводке утренней озвучиваем. Но поясните, пожалуйста, с военной точки зрения, 100 тысяч человек недееспособных. Насколько это ломает логистику и планы Российской Федерации по факту врага? Что такое 100 тысяч личного состава? Это 10 армейских корпусов. Это сила вселенная. Это фактически армия четырех таких государств, как, например, Чехия. То есть это огромная нагрузка на медицинскую систему вооруженных сил Российской Федерации. Кстати, я хочу обратить внимание на наших зрителей на буквально следующий, но очень красноречивый факт. Россияне до 50% так называемых трехсотых превращают в двухсотых. Именно из-за того, что современная военно-медицинская система не способна справляться именно с теми военнослужащими, которые получили ранения. И часто эти военнослужащие погибают при получении ранения несмертельного характера. Поэтому тут мы должны понимать, что когда наши американские партнеры заявляют такие цифры, они в определенной степени имеют такое, эти заявления имеют определенное рациональное зерно. Но я, тем не менее, стараюсь прислушиваться, в первую очередь, к заявлениям украинских спикеров, спикеров от Генерального штаба, которые уверяют всех нас, что цифра в 190 тысяч российских убитых – это то, что отражает реальную ситуацию на поле боя. И, ссылаясь на Американский институт изучения войны, аналитики объяснили, почему Российская Федерация в информационном плане поменяла свою стратегию. Если вы обратили внимание, они теперь после каждого ракетного массированного обстрела территории Украины, даже в Министерстве обороны на официальном уровне Российской Федерации, это поддерживают и, грубо говоря, радуются как будто о победе. Объяснили в Американском институте почему? Потому что делается для того, чтобы снизить уровень беспокойства в российском информпространстве относительно будущего украинского контрнаступления. Вот, как Лейла уже ранее говорила, ну, им это контрнаступление, они его прям очень сильно боятся. Более того, сегодня с утра я увидел еще новость, на которой акцентировал внимание. Реановости, пропагандистский ресурс, озвучил, что, цитируя Шольца, который... Они процитировали Шольца, который сказал, что будет предоставлять Украине вооружение с гарантией ненанесения ударов по Российской Федерации. То есть, они, значит, сами уже те, так сказать, территории новые, да, Российской Федерации уже не признают. Вы понимаете, да, как меняется риторика для российского общества? Олег, я думаю, что россияне, российские пропагандисты сейчас проходят через определенную трансформацию, связанную с отсутствием реальных, видимых побед на поле боя у российской армии. Ведь фактически тот самый долго анонсированный российское наступление, которое началось еще в 20-х числах января сего года, оно оказалось огромнейшим пшиком. Просто неимоверный по количеству потери в живой силе, в технике, в вооружении среди российской армии, принимающей участие в так называемой специальной военной операции. А с другой стороны, какими территориальными приобретениями может похвалиться Российская Федерация на территории нашей страны? Особо их нет. Вымоченный солидар, бои, которые в течение многих месяцев идут на территории Маринки и Бахмута, бои в пригородах Авдеевки, неудавшиеся попытки штурма Углидара, извечно тени толкая в районе леса вблизи Кременной и в направлении на Купинск. Этим хвалиться на стратегическом уровне российским генералам как-то не с руки. Поэтому и россияне, и российские пропагандисты хватаются за любую возможность успешных действий, в нашем случае речь идет о российской авиации, ракетных этих обстрелах, которые приводят хотя бы к какому-либо результату. Вот случился огромный взрыв на территории населенного пункта Павлоград. Мы пока точно не знаем, куда именно попали российские ракеты, хотя россияне рассказывают просто неимоверные результаты. Уничтожено огромное количество систем противовоздушной обороны, огромное количество боеприпасов к ним. Я слабо верю в такие истории, потому как традиционно, придерживаясь версии, россияне брешут, только открывая трон. Но тем не менее, хоть какая-то победа у них есть, взрыв, массерный взрыв, который привел к огромным материальным потерям, более трех десятков мирных жителей Павлограда, которые получили ранения, увечья. Безусловно, это страшная история. Но россияне пытаются эту страшную историю преподать как свой успех, свою победу. Это искривленное восприятие, это реальность, это военные преступления. И я искренне верю в то, что придет время, и каждый российский военный преступник за свои деяния получит по заслугам. Да, Владислав, я абсолютно с вами здесь в одном информационном поле. Я тоже считаю, что все-таки эту информацию, которую предоставляют, и не только для обсуждения, для ознакомления, которую предоставляет все-таки украинское командование, она все-таки должна быть в приоритете, потому что, не потому что она с украинской стороны, потому что действительно она наиболее соответствует сегодня реалиям и действительности происходящего на фронте. И вот украинские официальные лица продолжают сигнализировать о готовности Украины к потенциальным контрнаступательным операциям. Я напомню, министр обороны Украины Алексей Резников заявил 1 мая, что Украина выходит на финишную прямую с точки зрения того, когда она будет готова начать контрнаступательные действия. Резников отметил, что соотношение имеющихся боеприпасов по-прежнему не в пользу Украины, но констатировал, что возможности России по-прежнему ограничены. И начальник главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов 30 апреля подчеркнул, что главной целью украинского контрнаступления остается освобождение всей территории Украины и выразил надежду, что Украина сможет улучшить свои позиции на всем фронте, чтобы эффективно освобождать и угрожать российской логистике в оккупированном Крыму и на Донбассе. Мы с вами, Владислав, не единожды говорили о том, что все-таки война перешла в очередную стадию, как сказал Йенс Толтенберг, Йенс Экната, это уже война логистик, но вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы не просто нарушить, а заблокировать полосу, логистические пути для вооруженных сил Российской Федерации. В частности, если мы говорим о левобережной Херсонщине, там, где происходит каждодневное, даже так скажем, либо же, если мы вспомним, Мелитополь, где благодаря вооруженным силам Украины происходят взрывы на складах, если мы говорим сейчас о логистике, насколько она сейчас, мы можем говорить, что полностью уже заблокирована, либо же нет? Нет, безусловно, россияне еще имеют возможность перемещать грузы военного назначения, не просто так, они прилагают огромное количество усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить железнодорожное сообщение через Керченский залив. Я имею в виду вторую линию железнодорожного сообщения. То есть, то самое, которое фактически было испепелено в результате взрыва, что случилось 8 октября минувшего года на автомобильной части Керченского моста. Да, россияне испытывают определенные сложности с перемещением груза военного назначения, потому как потребностей у российских оккупационных войск, действующих в рамках так называемой специальной военной операции, очень много. Ну, почему много? Потому что 369 тысяч только личного состава задействовано так называемое СВО. Плюс вооружение, плюс боеприпасы к этому вооружению, плюс продукты питания, топливо и прочее, прочее, прочее. Все то, что ежесуточно необходимо для обеспечения деятельности такой армады российских оккупационных войск. И, соответственно, любые сбои в этой системе, они приводят к коллапсу, к застопориванию всех этих процессов. Почему, собственно говоря, и важно. Важно всякий раз баловно, которое случается на логистических, военных, инфраструктурных объектах на территории Российской Федерации. Это создает проблемы, это создает задержки. Значит, российская армия не получает своевременно все то, что ей необходимо. А это, соответственно, сковывает ее действия. Работает ли это на руку украинским силам обороны? Да, безусловно. Потому как в настоящее время, пока идет процесс подготовки к украинскому контрнаступлению, чем более серьезно будет повреждена военная инфраструктура российских оккупационных войск, тем легче нам будет в дальнейшем проводить контрнаступление. И тут следует отдать должное не только украинским артиллеристам и ракетчикам, операторам БПЛА, которые совершают такого рода дерзкие атаки на российские военные инфраструктуры, но и украинским партизанам, которые в тылу врага действуют, работают, обнаруживают эти самые важные цели, дают цели указания для наших специалистов по ландшафтному дизайну, в кавычках, а те уже свою работу знают очень хорошо. В очередной раз напоминаю нашим зрителям, до 90% российских потерь в живой силе это результат эффективной работы украинских артиллеристов. А я напомню нашим зрителям, также ранее в высшем военном руководстве России прошли очередные перестановки. Генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как «Мариупольский мясник», сняли с должности заместителя министра обороны. Вы, Владислав, с чем сравниваете такие довольно-таки постоянные, давайте скажем, периодические изменения в военном руководстве Путиным? Буквально вчера я увидел цифру 17. Именно 17 решений Владимира Путина о перемещении военных руководителей высокого уровня от командующего округом и выше было принято в течение этих 14 месяцев активных боевых действий на территории Украины. Очевидно, что это связано с тем, что Путин пытается найти такого себе волшебника в голубом вертолет, который сможет в краткие сроки реализовать все его мечты и геополитические призывания в отношении Украины. Тасование колоды российских военных чиновников идет, идет очень интенсивно, а результатов нет. В том числе это отсутствие результатов, оно основывается на том, что любой военный чиновник, прежде чем вступает в ту или иную вид деятельности, должен ознакомиться с обстановкой, выйти в курс дела, возглавить весь этот процесс и выстроить свое понимание, каким образом реализовать те или иные задачи. А если постоянно идет смыкание с должности на должности тех или иных военных чиновников, соответственно, происходит разбаланс системы, хаос в этой системе, а о каких результатах может в этом случае идти речь, я думаю, что результатов нет и не будет, потому как полководческие таланты тех или иных представителей российского военного инстаблишмента не являются определяющими в этой военной кампании. Главное, я согласен с ЛЛЛ, в нынешней войне это логистика, это обеспечение своевременное, полноценное, полнокровное действий войск, равно как украинских сил обороны, так и российских оккупационных армий. Тот, кто будет иметь преимущество в логистике на поле боя, иметь достаточное количество ресурсов, тот и будет иметь успех на поле боя. И давайте продолжим, пора сделать этот шаг. Так сказал Дмитрий Кулеба, о чем идет речь, я думаю, что Владислав, вы знаете или догадываетесь, и действительно это необходимо сделать для Украины, возможно, это необходимо было бы сделать этот шаг еще вчера, но давайте все-таки будем смотреть в ближайшее будущее, как оно может выглядеть. Соединенные Штаты Америки понимают, что Украине такие необходимы самолеты F-16 и предоставят их так, как это логичный шаг. Администрация Джо Байдена с первого дня полномасштабного вторжения России поддержала Украину, передавая силам обороны различное вооружение. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В эфире марафона «Еды не новыны» он отметил, что американские самолеты F-16 нужны для системы ПВО, чтобы российские ракеты не падали на украинские города и не убивали гражданских. Россию нужно сбросить с воздуха. Это задача стратегического веса. Невозможно выиграть в войне, не сбросив Россию с воздуха. И F-16 – это тот путь, которым можно этого достичь. Я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что США понимают, что это должно произойти. Это только вопрос времени. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Владислав, короткий вопрос сейчас и продолжим. Для контрнаступлений. Я думаю, что командование Российской Федерации определенные направления рассматривает, но мы им сегодня приоткроем занавесы. Контрнаступление начнется с Нынацка. Это есть такой город в Украине, пусть поищут. Но вопрос даже не в этом. Я хочу у вас спросить, контрнаступление Украина успешно может вести без F-16? Это такой короткий первый вопрос. Безусловно, об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский. Даже если мы не получим F-16, Украина все равно пойдет в контрнаступление. А если говорить о перспективах в целом по предоставлению самолетов F-16, почему так трудно складывается этот вопрос и почему не спешат их предоставлять, а только лишь говорят о том, что готовы обучать украинских летчиков пользование F-16? Олег, мы с вами в прямом эфире. Поэтому непечатные выражения я опущу. Попробую говорить максимально рационально и сдержанно. Поясню, почему происходит часто принятие нашими западными партнерами так называемых отложенных решений. То есть то оружие, которое нужно по состоянию на вчера, мы получаем его через несколько месяцев, иногда через полгода, что, соответственно, не сказывается хорошо на эффективности действий Украинских сил обороны, как в обороне, так, соответственно, в рамках подготовки к нашему контрнаступлению. Лидеры всех стран мира в первую очередь беспокоятся о национальных интересах тех стран, лидерами которых они являются. И часто происходит определенный конфликт интересов, когда наши западные партнеры идут на определенную компиляцию, на определенную, скажем так, сделку с совестью. С одной стороны, очевидно для всех в этом мире, что промедление с поставками вооружения, боеприпасов к этому вооружению, техники всегда чревато потерям их живой силы среди Украинских сил обороны, равно как и среди мирных жителей нашей страны. С другой стороны, происходит вот эта вот оттяжка по части поставок того или иного типа вооружения через ряд причин. Плюс мы должны понимать, что процедура передачи всего того, что необходимо нам для успешных действий в рамках обороны Украины, она всегда упирается в ряд факторов, которые замедляют этот процесс. Временные факторы, они всегда действуют не в пользу украинских сил обороны, именно в части военно-технического сотрудничества. Это бюрократические процедуры, это логистические процедуры, это подготовка украинского военного персонала, который будет выступать операторами того или иного типа вооружения или техники. Все это занимает время, и опять я повторюсь, всякий раз за оттяжку по времени Украина платит огромную цену. Цена — это жизнь и здоровье наших воинов.